Привет всем! И сегодня у нас топ 5 квадрокоптеров до 20 тысяч. А, вот так вот. Номер 5. Welltoys X1. Имеет камеру 1080p. Внешне очень похож на фантома, но меньшего размера. И из плюсов, что имеет трехосевой подвес. Мы получаем неплохую картиночку на нашем смартфоне. Также в стоке мы получаем неплохую скорость полета, потому что здесь стоят бесколлекторные двигатели. Это относительно неплохая картинка видео и имеет также множество режимов. Но некоторые из них не работают. К примеру, режим Follow Me вообще отказывается работать. Полет по точкам также не работает. Приложение полностью вылетает. Но, возможно, уже это решилось какими-то прошивками обновленными. И единственный режим, который здесь работает, это облет вокруг интересующего объекта. Но тоже работает не совсем корректно. Я бы сказал, на четверочку точно. В общем, устаревший внешний вид, но неплохие летные характеристики. Картинка, конечно, с трехосевым подвесом не очень стабильная. Но лучше, чем полная тряска и его отсутствие. Номер четыре. Квадрокоптер ZLRC Beast SG906. А также есть версия Pro с двухосевым подвесом. Здесь также установлены бесколлекторные двигатели. Мы получаем четкую FPV-картинку на нашем смартфоне. Но в обычной версии нет стабилизации изображения. И это большой минус данного квадрика. Поэтому при покупке покупайте лучше версию Pro, где есть двухосевая хотя бы стабилизация. Также в данном квадрике присутствует зум. Ну, если он кому-то нужен. Что касается режимов, то облет вокруг интересующего объекта работает плюс-минус нормально. Follow Me также работает, но здесь квадрокоптер следит за GPS-ом на нашем телефоне. В принципе, здесь сложно ошибиться. Полет по точкам на данном квадрокоптере работает где-то на четверочку, потому что его болтает, но он выполняет свои функции. Но и в предложении также нашлось несколько режимов, которые глючат и не работают. Дальность данного квадрика где-то плюс-минус до 300 метров. И время полета в теплую погоду 15-18 минут. И Чань EX4. Это складная конструкция. Аккумуляторы трехбаночные, 2400 мАч. Бесколлекторные двигатели. Позиционирование. То есть есть ультразвуковые датчики снизу. Также есть камера снизу. И самое примечательное, что написано камера 4К. Опять же, замануха. 4К здесь только фото, а видео в Full HD идет. А нижняя камера причем HD. На этом квадрокоптере также присутствует зум, если он вам нужен. Здесь можно приближать уже далеко и следить, к примеру, за рыбаками. Хотя, честно говоря, картинка на нашем смартфоне уже не такая красочная. Режим Follow Me тоже работает. Тоже следит за GPS-ом на нашем телефоне. И, в принципе, это не ошибается. Для лентяев здесь есть режим орбит. То есть снимаем, так сказать, панораму. Если вы не хотите вообще ничего делать. Полет по точкам на данном квадрике работает. И я считаю, неплохо. Облетает все точки как надо. И делает это достаточно быстро, не зависая надолго на каждый из точек. Также в стоке мы получаем неплохую дальность за эти деньги. Квадрик летает до 1 километра. Но, честно говоря, там уже связь никакущая. И вы в километре уже не полетаете нормально. То есть так, слетать туда-обратно сойдет. И, если рассматривать его в качестве квадрика для съемок, то отмечу, что здесь очень резкие повороты по рудеру. Поэтому снимать не очень комфортно. Какаясь красивые кадры могут не получиться. Картинка на самом квадрокоптере, конечно, не блещет супер качеством. Ну, а что, как говорится, вы хотели. И время полета составляет плюс-минус 21-23 минуты. Номер 2. Hubsan Zina 4K. Очень неплохой квадрокоптер. Имеет складную конструкцию. Также можно купить комплектацию с сумкой. И имеет подвес для стабильной съемки. Очень понятное приложение для полетов. Неплохая картинка на нашем смартфоне. Есть режимы полет по прямой. Если нужно куда-то сгонять и что-то снять, просто направляем квадрик. Но, к сожалению, у него нет никаких датчиков. Есть режим панорамной съемки. Опять же, можем настроить квадрик, в какую сторону вращаться, что и как. Расслабились, и он сделает панораму. Режим полета по точкам здесь тоже четко работает. Квадрик выполняет свои функции. Летит про всем точкам, по которым нужно. Облет вокруг интересующего объекта работает, ну, где-то на четверочку. То есть, не идеально. Еще бы нужно подработать этот момент. И режим follow me работает как слежение за выделенным объектом. Он неплохо справляется с своей функцией, но, конечно же, всегда можно от него убежать и спрятаться, и он вас потеряет. Дальность стоки у Зина получается где-то до одного километра. Но, честно говоря, квадрик не самый быстрый среди своих конкурентов. Но за эти деньги мы получаем неплохую картинку с камеры. И номер один. FIMI A3. С этим квадриком мы получаем неплохую картинку. Также мы получаем двухосевой подвес для стабилизации нашей съемки. И третья ось здесь идет электронная. Нам не нужно таскать с собой смартфон и летать по нему, потому что экран здесь встроен в аппаратуру. Но, честно говоря, это и плюс, и минус. Что касается режимов, то режимчик follow me работает неплохо. Следит здесь квадрик за GPS. Может следить как за бегающим объектом, так и за автомобилем. Где справляется тоже нормально, но на скоростях до 50 км в час. Облет вокруг интересующего объекта тоже нормально работает, но, конечно, не идеально. И интересный режим, которого нет у конкурентов, это отлет вдаль. Очень красивые кадры с ним получаются. Также, если вы вдруг соскучились по самолетам, здесь есть режим самолета. Но, честно говоря, на квадрокоптере ничего хорошего из этого не выходит. Скорость FIMI A3 составляет примерно 55 км в час. Дальность до 500 метров. То есть здесь он проигрывает некоторым своим конкурентам. Ну и также из минусов отмечу, что идет нескладная конструкция. То есть квадрик получается достаточно объемным. Ну, к примеру, как в LTOYS X1. Все ссылочки на эти квадрокоптеры есть в описании. Полные обзоры на эти квадрокоптеры тоже присутствуют в описании. Так что, друзья мои, заходите, выбирайте, смотрите и делайте правильный выбор квадрокоптеров. Пока!